Никогда не читал свои стихи, не записывал их, а почему-то сегодня, вот в подсотни войны, не захотелось прочитать одно мое произведение. Прочитаю, как получится. А мое откровение странного странника Синова, хочу уехать куда-нибудь далеко, называться чужим именем, много рисовать, молчать, а по вечерам пить вино. И чтобы без всех этих дешевых драм я бы ходил по незнакомым улицам, дотрагивался до всего, до памятников, до старых старин домов и ржавых калитров, железных фонарей и столбов, до чужих лиц. И хотя проходящих спин, дабы убедиться, что все это не сон, научился бы забывать тех, кого нужно забыть, научился бы не болеть по тем, по ком больше всего болит. Заглядывал бы в приоткрытые двери подъездов и в последний момент выскакивал из-под колес встречных машин. И вот ведь вот в конце концов на вопрос, сколько же времени, дней надо и веков нужно человеку, чтобы внутри перестало штормить. А после этого всего я ходил бы босиком по траве, спал бы под звездами в парке, познал бы вкус пищи, напитков и в итоге вкус этой жизни непростой. И несетово бы ни на то, что снова закончилось многоточие и, возможно, уже все. Простился бы с теми, кого давно пора отпустить. Не обижался на тех, кому со мной уже давно не по пути. Я бы говорил с незнакомцами, фотографировал их руки, их лица и их глаза. И на старой печатной машине писал бы про то, что до сих пор волнует меня уже который век на этой земле. И посылал бы сообщения своим в интернете друзьям. И говорил им откровенно про то и про все. И что хоть и жизнь моя пошла ковырком, я не променял бы ее на все золото этого мира. И что же бы я делал? Смотрел бы только вперед. Движения были бы мои легкие, решения спонтанные, а мысли кристально чисты. И, наконец, перестал бы бежать от себя. Но, прежде всего, и это, наверное, самое главное, я бы... А тут у меня было многоточие, но продолжил. Я бы уже принял бы себя и полюбил бы таким. Ну, что ж, остановлюсь пока. Оставлю слово и слова. Звездная ночь Ван Гога. Подсолнухи. Воздух. Запах. Ну, ладно. Запомните меня таким. А напоследок опять. Пятьсот лет войны. Ну, это не просто слова. Пятьсот лет понимания, кто мы есть. Вот такие вот слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...